Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я застряла, что-то перекрашает трубу, какие-то створки Охладитель, вот собственно Вот и она, створки открыты, иду вперед Ну и мы тоже Ёб твою мать, этого-то я и не заметил Ну ладно, они, благо, довольно удачно стоят Вот сволочь, смотрите, что делает Дальше мне не пройти Ну в общем, Тали жалуется, что я не трогаю клапаны Она хочет, чтобы я трогал клапаны Я помню, как на лёгком уровне сложности, когда играешь Ну не на лёгком, я на лёгком никогда не играл в Mass Effect На пикеране я обычно проходил И когда ты уже вот настолько раскаченный, то Коллекционер просто не успевает долетать И в воздухе окочуривается Очередной клапан О, тут можно сохраниться Чисто двигаюсь дальше Ну зачем они два клапана вот так вот подряд поставили При том, что я, очевидно, буду юзать их Так, ну тут их довольно много Тали придётся подождать Потому что укрытие не очень удобное Я не могу по всем стрелять А там ещё и этот есть Как видите Крутой предвестник Ну хотя этот предвестник не настолько уж и крутой Он примерно за одну обойму складывается Так Я тут по-быстрому осмотрюсь в поисках патронов Нашёл Только залезть не могу Чёрт Специалист в опасности Дальше мне не пройти Тебя придётся Потрогать клапан Извини, Тали, но там Половиной промазал Но кого это волнует Зато второй половиной Попал Чёрт Опять я в каком-то не очень удобном укрытии Хотя В принципе В принципе всё довольно нормально Я сгорю здесь Говорит она Створки открыты Иду вперёд Говорит опять-таки она Да Вот эту вот часть Вырезать я не буду Типа Смотрите как весело Смотрите как весело Сейчас Разработчики поставили врагов Если бы я не знал что они там были Я бы мог вполне Выбежать на них И Огрести Очень так Не слабо Но они сжалились Патрончиков довольно много Он говорит нота проблем Но при этом стонет Это Довольно странное Представление О ноте проблем Когда я стону Стону правильно Или Или стону В общем Когда я издаю такие звуки Значит что всё не А ноты проблем Нет Но к сожалению С одной обоймы Я его не выношу Ну на самом деле Можно было Как видим Его и не убивать Это последний Этот клапан И когда мы его открываем Запускается кат-сценка Осторожно Сворм Ищейки Ну Сворм Это Рой Как мы знаем Кажется Сворм Сердце Роя Старкрафт Который я так и не Недопрошел И недопройду уже Скорее всего Потому что Этого аккаунта У меня уже нету Что-то не так Дверь заклинила Ну и вот Очередной момент Где собственно Кто-нибудь Мог бы погибнуть Но поскольку Тали действительно Специалист Специалист с лояльностью Надо заметить Огонь на подавление Не пропускать Никого через эту дверь Поскольку Тали Специалист Все Прекрасно Сработано Тали Ты надежный Товарищ Шепард Это нужно Видеть Собственно Да Мы дошли До Камер До Камер С людьми Похищенными Колонистами И не только Колонистами Кстати Как удобно То что Смотрите Тут повсюду Находятся Вот эти Камеры С людьми Но при этом Коллекционеры Всю команду Шепарда Засунули Камеры Которые Находятся Да Вот это Колонисты Но вся Команда При этом Находится Близко От входа Нигде Нибудь На потолке Где их В принципе Невозможно Было Достать А вот Так В рядок Весь Экипаж Нормандии Стоит И ничто Ему Типа Подошел Открыл Забрал Очевидно Что Ну вот Эта Колонистка В любом Случай Погибнет На ее Месте Была бы Келли Чемперс Если бы Мы Долго Не шли Выполнять Эту Миссию После Похищения А Сейчас Поскольку Мы сразу Пришли Выполнять Эту Миссию Весь Экипаж Нормандии Выживет Ну я так Думаю Что Весь Ну по-моему Вообще Весь Да Я бегал Там И искал Эти Подходящие И Нашел Доктор Чаквас Ну она Выживает В любом случае Вот конкретно Здесь Но можно Ее убить Чуть позже Доктор Чаквас Вы в порядке? Шепард Вы вернулись Ну и сразу же Таки В лицо И Это не операция По освобождению Мы пришли Чтобы остановить Коллекционеров Остальное Неважно Для меня Важно Появились Вы на пару Секунд Позже Я даже Думать Не хочу Что Чтобы Произошло Колонистов Переработали Стая Тех мелких Роботов Растворили Их тела Осталась Только серая Жижа И ее Закачали В эти трубы Зачем Зачем Все это Что они Делают С нашим Генетическим Материалом Не знаю Я просто рада Что вы Добрались Быстрее Чем Это Случилось С нами Вот так Работы У нас Еще Много Пока Что Мы Неплохо Справляемся Будем Надеяться Что И на Завершение Работы Сил Хватит Джокер Можешь Дать Расклад По Нашей Позиции Так Точно Капитан Трубы Выведут В рубку Управления Прямо Под вами Путь Переграждает Защитный Шлюз Но Есть Еще Одна Камера Идущая Параллельно С вашей Не рекомендую Тепловое Излучение Говорит О том Что Камера Переполнена Ищейками Контрмеры Мордина Не помогут Против Такого Количества А что Насчет Биотики Мы Можем Создать Биополе Чтобы Защититься От них Да Вполне Возможно Я смогу Защитить Всех Но Небольшая Группа Где Все Держатся Как Ну Тут Собственно Два Правильных Варианта Если Не ошибаюсь Миранду Брать Не стоит Хотя Возможно Тейн Криос Оказывается Биотик Нифига Себе Самара Точно Может Джек Тоже Точно Может И Миранда По-моему Миранда Тоже Точно Может Но Я возьму Джек Мы С Джек Справимся Сквозь Рои Щеек Остальные Жи Будут Отвлекать Врага Пройдя Через Главный Вход Мы Откроем Двери С другой С другой Стороны И Встретимся С вами Там Кто Восглавит Отвлекающий Отряд Ну Это Будет Опять Таки Гарус Я Отвлеку Защитников А вы Проскользнете А что Насчет Меня и Остального Экипажа Шепард Мы Не в Состоянии Драться Капитан Мы Реактировали Достаточно Систем Чтобы Подобрать Но Нам Придется Вернуться Возвращаться Нельзя Шепард Не сейчас Ну И Собственно Миссия Прежде всего Но Тогда Они Все Погибнут Поэтому Я Отправлю Кого Нибудь С вами И Это Будет На самом Деле Если Не Ошибаюсь Вообще Кто Угодно То Есть Любой Персонаж С которым Прокачена Лояльность Можно Их С ними Отправить Тогда Они Все Выживут Если Лояльность Не Прокачена То Персонаж Который Шел С экипажем Умрет Но При этом Сам Весь Экипаж Выживет Но Давайте Чисто Для Прикола Отправим Заида Джокер Давай Координаты Место Посадки Увидимся Там У каждого Здесь Есть Задание Выдвигаемся Ну С собой Я Как Всегда Беру Собственно Миранду Им Ордена Так Выход Выходим Держитесь Ближе И Не Выходите За Всякую Штуку Ну 20 героев Мне Дали За То Что Я Собственно Спас Своих Членов Экипажа Но Это Глупо На Самом Деле Постоянно Быть Типа Ренегатом И Жертвовать Людьми И Все Такое Там Типа Убить Заяда Просто Потому Что Ты Ренегат Рой Создают Радиопомехи Ну И Соответственно Убивать Часть Экипажа Из-за Того Что Ренегат Тоже Довольно Глупо Я Просто Готов Я Снайперскую Винтовку Поэтому И Достал Но Я Косой Поэтому Снайперская Винтовка Мне Не Поможет Ну Вот Видите Они Говорят Про Генетические Материалы Все Такое То Это Тоже На самом Деле Задатки На Оригинальный Сюжет В Оригинальном Сюжете Очень Многое Было Завязано На Том Что У Людей Очень Интересный Генетический Код И Мордин Кстати Говорил Нам Об этом В Своей Миссии На Лояльности О Том Что Люди В своем Роде Уникальны Среди Всех Живущих Здесь Раз Так Ну Олклир Скажи Когда будешь Готов Идти Комендер Все Дела Ну А Патронов Ты Мне Дашь Она Даже Оружие С собой Не Взяла Посмотрите Выкинула Его Что Ли По Пути Так Ну Что Я Возьму Дубль Два Так Сказать Возьму Снайперскую Винтовку Хотя Зря Тут Сейчас Нечего На хасков Мне тратить Эти Гарус Говорит Что он Вступает В бой Очень важный Инфант На хасков Патроны Из автомата Мне еще Больше Не хочется Тратить Потому что Ну Это же хас А вот То что Они умирают С одного Выстрела Меткого Надо заметить Выстрела То есть Я должен Попадать В них Чтобы они Умирали Не всегда Это получается О Патроны Нет Показалось Это всего Лишь Кусок Хаска Попал О И смотрите Полет Шмеля Прям Пум Кусок Мяса Так Я буду Здесь Когда соберешься Идти Дай мне знать Вам не остановить Меня Говорит Собственно Предвестник На самом деле Глупо Убивать его первым Потому что Если ты убьешь Его первым И при этом Будут живы Остальные враги То он сможет Зайти в кого-нибудь Из Врагов Но он подходит Слишком близко И боюсь То что У меня нет выбора Придется Его Убить Он не успел Пустить Свою Хреновину Главное Чтобы он Сейчас Не переродился В каком-нибудь Из других Коллекционеров У меня Кончаются Патроны Что И да И он успел Переродиться В другом Коллекционере Причем В последнем Судя по всему Если бы я убил Его сначала То не пришлось бы Дважды убивать Предвестника Ну От этой штуки Я вас уже учил Уворачиваться Все Чисто Скажи Как соберешься Капитан Оп Подобрал Хорошо Ну что ж Еще немного На самом деле Самое опасное Как вы понимаете Впереди Ну Человек Справляется Правда Она только что Себе Двадцатерной Перелом Руки Сделала Там кстати Термозаряды Лежат И Но я уже Не смогу Собрать Но Неприятно Что я их Пропустил Ладно Возьмем Снэпшиску Минтовку Вдруг получится Кого-нибудь Зацепить О Нашел Нашел Я сказал Так Ну здесь Сейчас будет Много Хасков Хаски Милые Собачки Хаски Помните Таких В этой игре Они не такие Уши милые Тут Главное Собственно Вот это Дерьмо С хасками То пусть Разбирается Моя команда А я Попробую Быстро Убить Отпрыска Да Только вот То что Меня бьют Хаски Это не очень Как вы понимаете Хорошо Но Отпрыск Это еще Хуже Да 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 Вот такое Вот дерьмо Ну на самом деле Если бы я сосредоточился На хасках Возможно Вышло бы Получше Но Как вы понимаете Отпрыски Сука Страшные Поэтому Хочется Убивать Их Скажи Как соберешься Командер Ну В принципе Я готов Самое страшное Это позади Дальше Будет все Намного Проще Буквально Пару Хасков Пару Коллекционеров Коллекционеров Даже не будет Только хаски Будут В общем Неинтересно Ну и вот Собственно До конца Мы и дошли Джек Нас тащит Что-то Она медленно тащит Ну и соответственно Это еще одно место Где можно было бы Потерять одного Из членов отряда Если бы Джек Была не в лояльности Не один из тех Кто со мной А именно Джек Ну или Самара Ну или Миранда Смотря кого бы мы взяли Они зажимают Давай, давай Вот собственно Вот этого Вот бы не было Сейчас То что Джек Сделает Вот этой вот Мощной хреновины Не было бы И кто-нибудь погиб Но Вы же знаете Насколько я клевый Поэтому у меня Никто не погибнет Ты слышишь Давай, Шепард Где ты? Слышу вас хорошо Доложить позицию Они прижали нас у двери Мы под плотным огнем Непонятно опять же Почему эти ящейки Не по всей базе Расположены А только вот В том вот месте Где мы сейчас шли Ну и как видите Гаруса подстрелили И он вполне мог бы Сдохнуть сейчас Но он не сдохнет Потому что он клевый Вернее потому что Я клевый Я же с ним Миссию на лояльность Выполнен Джокер Ты на месте Так точно Капитан Чаква С остальными членами Команды только что появились Только что вернулся Отряд Зайда Шепард Потерь нет Отлично Надеюсь Что было не напрасно Иди Что делаем дальше Рядом должны быть платформы С помощью которых Вы можете добраться До главной панели управления Оттуда можно Вызвать перегрузку систем И уничтожить базу Капитан Похоже у вас проблема Прямо за дверью Полно врагов Скоро они ворвутся внутрь Ну и сейчас будет Собственно Классическая речь Арьергард Сможет занять Здесь оборону И не дать Коллекционерам Подберите команду Которая отправится С вами Шепард Остальные оставят Здесь и прикроют Ну собственно Классика Классика Берем классику Зайда я брать Уже не могу Потому что Отправил его Обратно на Нормандию Ему сейчас Самая халява Сидит там Чай пьет Хотите что-нибудь сказать Жалко коллекционеров Коллекционеры Нападают из-под тяжка Бьют и убегают Учитывая сколь они сильны Они просто трусы Им никогда не выстоять Против лучших из нас Я говорю о вас Не знаю Умеют ли они бояться Но мы точно заставим Их попробовать Бейте изо всех сил В любом случае Все закончится здесь Верно Пора с этим заканчивать Да Команда действительно У меня получилась Сильная И летающие платформы Мои любимые На самом деле Просто Дайте мне на них Эти О я только сейчас Заметь А нет Мне показалось то что Я сзади видел наших Но нет С нашими мы уже Улетели Оп Хедшот Мог бы быть Если бы я не был Столько согласен Но я попал в него Это уже хорошо Раз меня По моему Более чем Хорошо Вот это я уже Скорее всего Промазал Или попал Нет Все таки промазал Ну тут видите Удобно То есть Мы видим Их Не всегда Получается Хорошо Видеть врагов Так Ну ладно Добивайте его Я не хочу Тратить на него Лишние патроны Тем более Что с ними Здесь Как всегда Проблемы Так Ну ладно Хоть попал Он выжил Правда Но Как всегда Сначала Убиваем Всех остальных А потом Предвестника Ультра культра Репорт Он что-то Такое Сказал Не получилось Сейчас Увернуться От дерьма Так Ну и вот Два Самых Главных Ух ты Попал Хэдшот Но не убил К сожалению Опять Хэдшот И опять Я не убил Прям А Это был Не хэдшот Судя по тому Сколько КП у него Осталось Блин Не отказался Я конечно Ж От Патронов Не хотят давать Патроны Проблема На самом деле Потому что Следующими врагами Здесь будут Открыски А они Тела довольно Мерзкие Черт У меня прям Всем в меня попал Я там видел Немного Термозаряда Так Где-то тут Валялись Хорошо Хорошо Ну давайте Убивайте Сами Мне нужны Термозаряды Чтобы Вон там Немножко Отпрысков Немножко Хасков Да Нужно Очень аккуратно Здесь Из укрытия Вылезать Потому что Если я вылезу Один раз У меня Снимутся Все щиты Если я вылезу Два раза У меня Снимется Все хп Так Вот Лосщилдс Так Мы проперли Хотя Вы говорите Проперли А я говорю Все Было Рассчитано Вплоть До Миллисекундочки Давай Поджигай Не ленись Так Тут мы закончили Сохраниться Нельзя Я кстати Исчерпал Лимит сохранения В игре Здесь максимум 50 сейвов Ну то есть Естественно Можно удалить их И записать новые Но Я сделал 50 сохранений Пока Играл в игру Связано Основным С тем Что я перед каждым Видео делал Сохранения Чтобы если вдруг Миссия запорится По каким-то Причинам Я мог Спокойно Загрузить Отдельный сейв И перезаписать Е И как раз таки На игру Вышло 50 Ну Миссии меньше 50 было Потому что я Периодически Затут Сохранения Через 5 минут Вот сюда Ведут все трубы Иди Что можешь нам сказать Чем они занимаются Труб Пуровод питает Некую структуру Излучающую Как органические Так и синтетические Энергоструктуры Судя по изучению Искомый объект Очень велик Шепард Если мои расчеты Верны Эта структура Жнец Не простой Жнец Человекоподобный Жнец Но опять таки То есть Роль людей Потому что Именно из людей Пытаются Коллекционеры Сделать Жнеца А не из каких-нибудь Турианцев Кварианцев К тому подобное И Это тоже Важно Было бы в сюжете Если бы не Изменил Сюжет Десятки тысяч Жалей Для завершения Создания Жнеца Понадобится Еще больше Зачем Коллекционеры Превращать Людей Жнеца Возможно Так выглядит Процесс Размножения Жнецов Нельзя Отрисать О существовании Других Причин Для дальнейшего Анализа Мне просто Не хватает Данных Тем не менее Теперь очевидно Что ли Коллекционеры Всего лишь Пешки Технология Создания Жнеца Принадлежит Ним Возможно Каждого Жнеца Создает Представителей Иного Вида В данном Случа Трудились Коллекционеры Коллекционеры Это протеани Зачем Он помогает Жнецам Жнецы Давно Покорили Протеан Возможно Они пытались Создать Протеанского Жнеца Но потерпели Неудачу Со временем Они приспособили Протеан Для выполнения Собственных Нуж Изменили Их Превратили В рабов Инструмент Жнецов Жнец В общем Похож на Человека Зачем Это нужно Полагаю Внешний Вирь Жнеца Зависит От того Особи Какого Вида Пришли На его Создание Жнецы Это машина Зачем Потребовались Люди Нет Не так Жнецы Разумные Гибриды Органического И неорганического Начал Метод Создания Жнеца Не полностью Ясен Но очевидно Что жнецы Поглощают Других Существ Используя Их Для размножения Как по-двоему Сколько еще Людей Они должны Похитить Миллионы Может больше Точное количество Определить Невозможность Жнец Находится На родных Стадиях Развития По человеческим Меркам Это эмбрион Так он еще Не родился Можем мы остановить Процесс его создания Процесс может быть Остановлен Но трудно сказать Насколько далеко Он зашел На пример Я не могу определить Осознает ли он Ваше присутствие Слишком большая штука Для нашего оружия Иди Должен быть способ Уничтожить ее Славным звеном Являются трубы Падающие жидкости Если уничтожить их Система поддержки Не выдержит И жнец погибнет Так Не понимаю Почему я выбрал На самом деле Этот Это на самом деле Самая большая Сейчас будет проблема С патронами Именно здесь Я бы сказал то что Так вот Мне нужно убить его Сделать это Без затрат патронов Потому что патроны Нужны чтобы Эти трубки выносить Как вы понимаете Вон те Оп За раз все четыре Ну не мастер ли Мастер Мастер Не волнуйтесь На самом деле Потому что пушка Очень мощная Если бы из слабого оружия Стрелял То понадобилось бы Больше патронов И я бы не успел За раз все вынести И пришлось бы отбивать Еще несколько волн врагов Но Поскольку я знал Что так будет И специально не тратил патроны Я на самом деле Даже не ожидал Что одного выстрела Будет достаточно Но Как оказалось достаточно Это Тейн Мы держимся На все они Прибывают Лучший вариант Быстро отступления Там на заднем плане Видите кто-то упал Но они на самом деле Вышли Двигайтесь к нормальному Джекер Заводим мотор Я хочу взорвать Это место Ко всем чертям Принято Капитан Командор Капитан Тут входящий сигнал От призрака Иди пытается его передать Шепард Вам удалось сделать Невозможное Я еще не закончил Через 10 минут Это место Перестанет существовать Подождите Есть вариант Получше Я изучил Системы Переданные Иди Мощный радиационный Импульс Субьет Оставшихся Коллекционеров Но все механизмы Останутся целы Это наш шепард Они же строили шнеца Их знания Инструмент Помогут Могут нас спасти Я здесь Чтобы уничтожить станцию Однако Если у вас есть другая идея Я внимательно слушаю Мы победили в сражении Но война не окончена Эта станция Даст нам технологию Которая необходима Для победы нашими Шнецами Возможно Так оно и есть Быть лидером Значит приносить что-то в жертву Вы знаете Это лучше Чем кто-то другой Шепард Ну и вот Собственно Вариант Оставить целой Станцию Или уничтожить На самом деле Оставить ее Целой Даже лучше Будет для третьей части Собственно В третьей части Я объясню почему А пока просто Когда угроза так велика О правилах Лучше позабыть Если станция Может нам справиться Со жнецами Мы должны использовать ее Вы делаете правильный выбор Шепард Странно Странно что Мордин Никак не отреагировал На это Ну Миранда бы Если бы мы сказали Типа Нет мы не будем Это делать И Призрак сказал бы Типа Миранда Останови его Она сказала бы Я увольняюсь Все дела Но Поскольку Миранда няшка И мы с ней Типа Так Ну вот И собственно Жнец выжил А патронов то нету И это проблема На самом деле Потому что Нужно убивать здесь А не только его Ну и как вы понимаете Врагов А как я уже сказал Патронов нету Че делать вообще Вот и хрен его знает Как то надо И от жнецов Отстреливаться Вернее От этих И от него И от Всех остальных Ну да То есть я Довольно много Наношу урона Но видите Как то враги Прилетают Сюда И всех Их надо убивать На самом деле Надо в укрытии Во время вот этого Сидеть И он сам Часть Этих Будет Убивать Ну на самом деле Опять таки Проблема не очень большая Сейчас я вот эти Шнецов С ними разберусь Ну если буду попадать Конечно При выстрелах И У меня 975 зарядов Тяжелого оружия И оно неплохо Его пробивает На самом деле И довольно медленно Тратится За это Я его и люблю Вот Он пока Уворачивается Да За это Я его люблю Но как видите К сожалению Патронов Тут мне никто Не оставил Нет Вот он Уворачивается Такой Уворачивается Эдакая Подлота Нет Слушайте Очень медленно Как-то дамажит Я рассчитывал На Больший урон С этой пушки Он еще и Уворачивается Так мерзко И напарники Совершенно Не хотят По нему дамажить Хотя я постоянно Им Об этом Говорю Что я хочу Чтобы они дамажили Хотя бы с пылами Не говоря уже Про эти Так На самом деле Отсюда Пора Валить Потому что Он эту Платформу Ломает Плюс Как видите Жнецы А у меня Нет патронов Ну С частью Жнецов Он сам Нам поможет Справиться Прямо Сейчас Оп Блин Он убил всех Но предвестник Остался Вот сука Смотрите Он играет Со мной В приседалки Это как Догонялки Только он Приседает Так Давайте-ка Вы его Будете Хоть немного Дамажить Вон он Одну платформу Уже снес Да В этом Проблема Этого Сражения На безумии Мало Патронов Много Много Врагов Я не знаю Он там Что-то Мне вроде бы Оставил А вот Это Оп Хорошая Вещь Хорошая Спасибо Что зарядил Мне Так Вот Он Собственно Всех Убивает Кроме этого Кроме Предвестника Но я думаю Что тут уже Слишком мало ХП у самого Протожница Чтобы отвлекаться На предвестника Все Да Он когда Платформу Ломает Если не ошибаюсь У него Вот этот Энергоблок Выпадает И Есть Возможность Подзарядиться Ну да Без звука Конечно Это все Не столь эпично Но Вот я кстати Не понимаю Почему Вот из этого Момента Нельзя было Сделать Смерть Персонажа Ни один Персонаж Не умрет Вот здесь Вот То есть Он в любом Суча Даже если Нет лояльности Шепард схватит Блин Ну что-то Звука Совсем Нет Даже Музыки Даже Музыка Пропала Музыка Обычно Была Ну ладно Ничего страшного У нас Это же Финалочка Так сказать Вот Оба Вот эти Персонажа Погибают Вот здесь То есть Наших Напарника Ну если У них Нет лояльности Соответственно И Если Ты берешь С собой На последний В бой Со жнецом Двух персонажей Без лояльности И они Оба Погибают То Собственно Что То Шепард Тоже Погибает Потому что Ему Потом Некому Будет Руку Протянуть Когда Это Будет Важно Ну и Заметьте Шепард Сначала Спас Не Типа Свою Возлюбленную А Этого Мордина Вы меня Слышите Капитан Ну же Шепард Не пугайте Меня Я здесь Джокер Десант Справился Все Выжившие На борту Ждем Только Тебя Человек Это Ничего Не Меняет За Твоим Видом Наблюдают Те Кто Неизмеримо Выше Вас Те Кого Вы зовете Жнецами Нишут Вас Спасения Через Уничтожение И Да Вот Тут Видите Почему То Вышел Один Джокер Но Ведь Вся команда Уцелела Абсолютно Все Там Есть И Гранты Талии И Гарус И все Такое Но При этом Почему-то Только Джокер Вышел Встречать И Видите Если бы Не было Здесь Этих Миранды И Мордина Шепард Брыгнул И Не допрыгнул Он и сейчас Не допрыгнет Как видите Но Сейчас Ему Поможет Миранда Вот Джокер Не смог бы Его Типа Затащить Потому Что Ну Джокер Слабенький И все Дела До Взрыва 10 9 8 Хватит Считать Иди Просто Лети Ну И Да Это Действительно Очень Эпичная Миссия С этой Миссией Не сравнится Ни одна Другая Миссия Во всей Трилогии Масс Эффекта То есть В третьей части Много Эпика Типа Где они Уничтожают Шнеца Где там Еще что-то Происходит Но Какие-то Сильные Моменты Но Вот прям Целая Миссия Чтобы была Настолько Крутая И Причем Ощущение От нее Очень Большие Впечатления Когда ты ее Проходишь В первый Раз А не Когда ты Там уже На десятый Раз Как я Проходишь Типа Пробегаешь Знаешь Что где Находится Типа Знаешь Куда Стрелять И так Далее Вот Блин Музыка Меня пугает Ну Ладно Да Когда я Первый Раз Проходил Второй Масс Эффект У меня Погибло Пол Команды И я Не Понимал На самом Далее Даже Почему Типа Лояльность Что там Думал Лояльность Просто там Это просто Дополнительные миссии Дополнительные Диалоги Возможность Завести Роман Хотя я Наверное Даже Про возможность Завести Роман Не думал Вот И я Такой Что Твою Мать Почему У меня Погибла Половина Команды Все дела И Это был Стимул Пройти Игру Еще раз Чтобы Все Выжили Потом У меня Стимул Пройти Игру Так Чтобы Все Погибли Собственно Я справился У меня Погибло По максимуму Людей А Почему Здесь Мордин Никто Мне не Объяснит Почему Тут Мордин Что за Глюк Шепард Настает Рассвет Нового дня И мы Должны Поблагодарить Вас За Спасение Какой-то Глюк Лол Не надо Мне льстить Мы поступили Правильно Вам не стоит Меня Дополнительно В этом Убеждать Судя Желание Сделать Все Возможное Ну Здесь Мы Закончили Технология Коллекционеров Ставшие Нам Доступными Благодаря Этой Станции Будут Величайшим Прорывом Для Человечества Со дня Открыть Рейт-трансляторов Мы Не просто Победим Жнецом Но и Станем Править Галактикой Власть Человечества Или Власть Цербера Моя цель Неизменна Обеспечить Неуклонный Рост Влияния Человечества В Галактике Не позвольте Идеализму Ослепить Вас Для достижения Наших целей Будет разумно Использовать Эту станцию Не забывайте Что Жнецы По-прежнему Близко Предвестник Близится Может быть Можете быть Уверены Он не один Вы эгоистичны И одержимы Властью А расплачиваться За это Придется Всем нам Не пытайтесь Судить меня Либо критиковать Мои методы Цербер Будет готов Ковстричься С Жнецами Вы вернули Меня Чтобы вести Эту войну Я этим И занимаюсь Если можете Помочь Замечательно Не можете Мы остановимся Жнецов И без вас Непонятно На самом деле Почему Шепард Сейчас наезжает Так на Призрака Учитывая Что до этого Он все время Ему помогал И соглашался Даже типа Надо ставить базу Окей Но вот этот Вот резкий диалог Он в любом случае Такой Ну и как вы понимаете Сейчас не Мордин Должен был Показаться здесь А база коллекционеров Которую Шепард Сохранил Я не знаю Что это за глюк Он у меня реально впервые Скорее всего Из-за модов На текстуры Которые стоят Вот на костюм Мордина В частности Ну хрен его знает Я надеюсь На самом деле Что у меня Все выжили Потому что Ну будет странно Если у меня Выжили не все Будет очень странно Но я сомневаюсь Что кто-то Типа Погиб Потому что Все с лояльностью Все дела Весь экипаж спасен Вон Келли Чемперс ходит Все дела Все такие Отдают честь Легион Эти Эти все выжили Никто не погиб Судя по всему Ну и вот собственно Картинка На которой показано То что Практически Все жнецы Реально Имеют Разную Внешность Не вот эта картинка А сейчас Которая будет Вот видите Реально Очень много Разных видов Жнецов Но при этом В третьей части Они практически Все одинаковые Практически Все они Имеют внешний Облик Властелина И Этого Предвестника Вернее наоборот Предвестник и Властелин имеют Какой-то уникальный Облик А все остальные Жнецы Такие Примерно Одинаковые Которых мы видим Причем Их показывают Довольно много А вот здесь Их реально Показывают Что они Разные И можете Поставить на паузу И присмотреться Так что Вот такой вот Можно сказать Глюк Привет хомячок Ну не глюк На самом деле А Лень разработчиков К третьей части Нарисовать кучу Моделек Жнецов Ну и сейчас Самый легкий способ Собственно Проверить Все ли выжили Не бегать По всем этим Да Я просто Не отметил Как прочитанное Спасибо Что секретарша Очень полезна Проще всего Посмотреть Вот так Ну Как видите Выбрать Можно Абсолютно Всех Абсолютно Все Выжили Потому что У всех Есть Лояльность Ну на самом деле Даже если у них Не было бы лояльности Некоторые могли бы Выжить Но Вероятность Была бы Крайне мала Так сказать Что можно сказать Можно на самом деле Попробовать Поболтать С кем нибудь Ну здесь Я сомневаюсь Что кто-то Будет со мной Болтать Ну на корабле С той же Мирандой Ну давайте Посмотрим Что скажут До этого задания Никогда не сомневалась В нашей цели Я просто надеялась Что сделала Правильный выбор Надеюсь Что Цербер Найдет На этой базе Надеюсь То что Цербер Найдет Все оправдает У тебя найдет Свободная минутка Да конечно Я занимаюсь Какими мелочами Для Цербера Свободного времени У нас в последние дни Было мало Но в нашем разговоре Я не забыл Думаю Мы спятили Тем не менее Я не забыла Да Это глюк Собственно Игра уже закончена Она говорит Старый диалог Который должен был Поверить не могу Что вы справились С коллекционерами Просто он все еще В лазарете Но я думаю Что пострадала В основном Его гордость Он ведь так старался Помочь Джокеру Да Кто-то в лазарете Ух ты в натуре Кто-то в лазарете А я первый раз Это вижу Что кто-то Лежит в лазарете Я просто Обычно Не это Заходил Общался С Чаквас Я еще не отошла От похищения Коллекционерами Трудно такое вынести Ты что скажешь Интересный выбор Шепард Командер Старая машина Предложила вашему народу То к чему стремятся Все геты И единение Превосходство Теперь это знание Есть у вас Мы надеемся Что вы им не воспользуетесь У вашего вида Огромный потенциал Вам следует Строить собственное будущее Когда мы взяли тебя на борт Трудно было не заметить Пайн у тебя деталь Скафандра Н7 Где ты ее взял Это ваше Когда вы исчезли Нас послали На ваши поиски Мы начали с места Первой вашей встречи С четыритиками Иден Прайм После нападения Старой машины Ее защита была усилена Нас обнаружили Это след оружейного выстрела Сколько еще гетов Меня ищет? Кроме нашей мобильной платформы Это Завуальню никто Органические Существа Нас боятся Мы не хотим Никого провоцировать Мы ищем знания Одной платформы Для этого достаточно Ты искал меня два года Мы были на Теруме Феросе На Вере Вермайре Иосе На дюжине необитаемых миров След оборвался У обломков Нормандии Вас там не было Перехваченные радиосигналы Органических существ Подтвердили вашу смерть Мы добыли эти обломки Вашего скафандра Зачем ты пытался Связаться со мной Вы противостоите Теретикам Тем, кто поглоняет Старым машинам Как богам Все органические существа Сражались со Селином И его гетами Подрученными Почему столько внимания Досталось мне Вам повезло Больше всех Вы убили их бога Вы преуспели Там, где другие Не смогли Ваш код Совершеннее Геты прослушивают Наши переговоры Разные представители Органической жизни По-разному Реагируют на Нашние раздражители Мы обучаемся Что за Нашние Нашние раздражители Мы разместили В экстренете Выдуманную историю О том Что при взгляде С Батарианской Родной планете В небо Можно определенно При определенном Расположении звезд Что там увидеть Одни не сделав Даже попытки Найти подтверждение Этой информации Немедленно объявили Ее доказательствами Существования богини Этот спор Многому нас научил Эксперимент Завершился в тот момент Когда Саларианский куд Попытался Выкупить права На колонизацию Этих звезд И обнаружил Что они не существуют Получается Вы ставите На нас эксперименты Вы разумные существа Но вы не такие Как мы Если вы можете Моделировать поведение Органических существ То сможем понять Что-то там Мы не понимаем Как побудить Что побудило их Начать Утреннюю войну Сейчас утренняя война Конфликт между гетами И создателями Экварианцами Война, которая произошла На заре становления Нашего интеллекта Она завершилась После того, как Мигрирующего После отбытия Мигрирующего Флота Создателей Это не объясняет Зачем ты Сделал Сладал Себя Куском Скафандра Во мне была дыра Но почему ты не задел Ее раньше Или другими деталями Нет данных Да, ну на самом деле Это опять-таки Не то чтобы Ляп в сюжете Не доделка сюжета Изначально Этому должно было Предаваться значение Но Но это Либо Не доделали Либо забили Либо передумали Либо что-то еще И в итоге Все это оказалось Не доделанным Там сидит Касуми Давайте с Самарой Поговорим Как дела Самара Не уверена Что отдать Призраку базу Хорошая мысль У сербера Очень ограниченный Взгляд на галактику Тем не менее Выбор был сделан Вами Я его Уважаю Ну что ж Ладно Хватит базарить Со всеми Как вы понимаете Все выжили Этот сейф Я перенесу В третью часть И там мы уже Завершим Наши приключения На этом Закончим Да Просто на этом Закончим Если вам понравилось И если вы хотите Видеть третью часть Вы знаете что делать Группа вконтакте В описании С вами был Сет До свидания